что такое микро нутриенты все что не макро да мы знаем что макро нутриенты дают нам энергию это белки жиры и углеводы а вот все остальное необходимое нам для жизни можно отнести микро потому что нам нужно их в меньших количествах но от этого важность их не теряется да то есть это все что необходимо нам для полноценной жизни это витамины это минералы это органические кислоты фитонутриенты то есть это и все что мы уже знаем все что открыли это что нам еще предстоит открыть и изучить но то что мы уже получаем даже если не понимаем значение если мы едим настоящую живую еду то есть в науке нутрициологии говорят что есть 13 основных витаминов 16 основных минералов о них мы поговорим отдельно попозже что это такое да и как их получить я думаю что стоит немножко поговорить о том о той важности в нашей жизни в том что дефицит всех этих витаминов микроэлементов приводит к развитию заболеваний которые называются элементарно обусловленными да то есть алимент это еда и статистика говорит о том что как минимум 70 процентов хронических заболеваний связано с дефицитом микро нутриентов и плохим качеством питания ну в общем новость это приятно и потому что мы очень многое можем в этом сделать сами да то есть мы можем повлиять на качество нашего питания вот поэтому я хочу вас вдохновить на подвиги расскажу о динамике которая происходит в этом мире микро нутриентов и поделюсь некоторыми советами как улучшить ситуацию если мы говорим о фитонутриентах это очень интересный класс веществ которые вырабатываются растениями для того чтобы защитить растения от агрессивного воздействия окружающей среды и мы можем присвоить себе эти а защитные силы после того как мы растения съели с благодарностью да то есть мы получаем готовенько и в настоящее время исследованы тысячи этих фитонутриентов и многие биологи и ботаники говорят о том что человек использовал больше чем 30 тысяч разных растений сейчас многие умудряются почти свести это к трем но кто-то в 30 да то есть а нам нужна вся радуга весь спектр все разнообразие поэтому чем мы питаемся разнообразнее тем легче нам получить все необходимое для жизни если говорить о терминах о типах да то есть что можно отнести к фитонутриентам это всевозможные флавоноиды например антоциан или кверцетин который содержится в яблоках или чая это полифенолы всевозможные окрашенные обычно в желто-оранжевые цвета продукты дают нам эти вещества кстати путаница возникает между каротиноидами и витамином а каротиноиды это предшественники витамина это еще не витамина поэтому в растительном сырье изначально просто не может существовать витамина потому что витамина вырабатывается печени это пигменты которые нужны для выработки витамина как все эти микронутриенты и в том числе фитонутриенты поступают на во-первых это традиционные пищевые пути да то есть мы едим еду это овощи фрукты орехи и так далее это специальные какие-то биологические добавки и цельно пищевые мультивитамины я рекомендую именно цельно пищевые использовать не синтетические потому что они работают в нашем организме по-разному воспринимаются по-разному и менее токсичны более эффективны и когда мы говорим о том как яблоко дает нам такое-то количество нутриентов очень часто приходится использовать кучу прилагательных на то есть мы должны описывать что это должны быть органические эко овощи и фрукты а мясо только от пастбищных животных и там выпасной яйцевыпасной птицы и молочные продукты от пастбищных животных которые сами ели на лугу на самом деле приходится это делать не от хорошей жизни потому что сейчас а все больше и больше у нас пищи из индустриальных продуктов и не используем одно и то же слово которое может действовать на нас с противоположными знаками да то есть мы говорим яйцо и яйцо но одно яйцо будет для нас суперфудом до домашней курочки которая бегала под солнцем и искала червячку яйцо от измученного узника концлагерей индустриальных конечно это информационно-энергетические и если говорить про нутриенты просто небо и земля даже если просто сравнить омега-3 у домашних яиц содержание омега-3 будет в 20 раз выше чем у индустриальных цвета говорят нам о качестве да то есть самые яркие обычно темные цвета прячут в себе очень много нутриентов очень много пользы для нашего здоровья и если опять же говорить об истории того что мы сотворились со своей едой то потери питательных веществ началась не 50 и даже не 100 лет назад мы невольно стали исключать а фитонутриенты как только занялись сельским хозяйством да перестали охотиться и собирать говорят что 100 тысяч лет назад мы сельское хозяйство внедрили жизнь да то есть это большие для нас потери когда мы ухаживаем там тщательно и создаем гибриды более такие нежные утонченные но гораздо менее насыщенные питательными веществами ученые провели исследование и увидели что дикие отдуванчики которые всегда были весенним угощением у нас да то есть салатиках на дачах на многие употребляли они содержат в 7 раз больше фитонутриентов чем шпинат который считается супер продуктом супер фудом у фиолетового картофеля родом из перу 20 раз больше борющихся с раком фондацианах чем обычного белого картофель яблоки поразили есть виды яблок не гибридных которые содержат в сто раз больше питанутриентов чем там golden delicious все современные наши виды сорта на самом деле яблоки не только уменьшили содержание фитонутриентов но и увеличили сахара что мы в конце концов сделали это мы благодаря этим всем новым технологиям резко увеличили содержание крахмалов сахаров и снизили содержание микронутриентов вплоть до того что в сто раз такая дилемма есть или не есть это современные яблоки которые пустая сахарная бомба взрывают а сахар в крови и на самом деле там все равно есть очень много всего полезно поэтому если сравнивать яблоко и какой-нибудь джанкфуд я думаю что в любом случае яблоко выиграет вот но можно продолжать эту мысль да и думать о том как получить как можно больше нутриентов даже в современном мире до современном городе и что-то из этого очень легко сделать что-то может быть посложнее я думаю что собрать радугу на тарелке сможет даже ребенок ведь за каждым цветом радуги прячется что-то очень интересное и полезное да например зеленый цвет обычно содержит фитонутриент и поддерживает органы зрения можно найти в шпинате или брокколи зелени а красный цвет с ликопином поддерживают работу сердца органов пищеварения легких и простаты я думаю что все знают красные помидоры красные арбузы красные грейпфруты белый кверцетин укрепляет костные ткани и суставы это в луке это в цветной капусте можно найти а что еще можно сделать для того чтобы получить микронутриенты по максимуму во первых питаться максимально местным да то есть а самое местное это то что вы сами посадили это то что выращено с любовью на плодородной земле богатой минералами да то есть это передной компост использовался и из-за этого там очень много микроорганизмов которые и создают вот эту замечательную почву для того чтобы корни растения вобрали все то что потом получим мы помимо того что выращивать самим понятно что не все в состоянии выращивать сейчас еду это уже такая роскошь стала больше чем необходимости и поэтому выбираем самое лучшее из имеющегося если есть какие-то рынки куда фермеры привозят что-то свое да или там дачники продают что-то свое это конечно было бы здорово что сегодня сорвано сегодня съездили а в супермаркетах такой роскоши у нас нет ну по крайней мере и там можно выбирать что-то сезонное местное и по возможности и еще один секрет резкого повышения плотности микронутриентов это дикорастущие растение да то есть если есть доступ к лесам полям то есть там вообще что вокруг вас находится это было бы здорово понятно что нужно безопасность безопасность прежде всего нужно знать что вы собираете да поэтому собирать можно только с опытными людьми или покупать у них но дикорастущие растения это очень очень мощная помощь то есть там сотни в тысячи раз вот эти микронутриенты более плотные а еще один секрет это покупать наименее гибридные да то есть такие старые традиционные сорта которые легко адаптируются и хорошо выживают обычно и меньше нужно химикатов а иногда и вообще не нужны химикаты потому что они замечательные так растут у них генофонд очень неоднородные и помогает адаптироваться и потом помогает адаптироваться и нам всевозможным стрессом да то есть чем ближе к дикому состоянию да менее селекционно там выводили издевались этим сортом тем лучше ну например рукава да то есть не называют салатная ракета очень похожи на своего дикого предка некоторые сорта были одомашними только в 70-х годах и поэтому там гораздо гораздо больше по пользы чем в других видах салатов поэтому да выбирайте в супермаркете лучше конечно если это не гидропоника если в грунте там не в оранжереях и парниках это росло ну там уж конечно как сложится уж выбираем лучшее из имеющегося без жутких стрессов зеленый лук кстати тоже относится к таким драгоценностям питания потому что он похож на своего дикого предка то есть мы там не слишком много занимались гибридизацией и поэтому это очень очень высоко питательный продукт то что советские времена на подоконниках выращивали в принципе и сейчас можно не обязательно банки с водой можно и землю посадить будет домашние растения которые подстрикли в салат добавил этих микронутриентов вот помимо видов и качества еды еще очень важно как приготовить традиционные виды приготовления обычно очень бережно относятся к нутриентам да то есть это или сыром просто свежем виде да или квашеном высушенном в тени либо бланшировка или минимальная варка на медленном огне это все очень бережные виды обработки приготовления пищи которые нам дадут максимум что нам даст минимум это токсичные способы приготовления это микроволновка это антипригарные всевозможные сковородки кастрюльки рисоварки легко моется обычно становится очень токсичным и мы получаем еду вместе с ядом фольга алюминиевая это пластик всевозможный я думаю что вы уже понимаете что такое токсичные и нетоксичные приготовления пищи вот это все о чем я хотела вам рассказать про микронутриенты и надеюсь что вы задумаетесь о том как увеличить плотность этих микро товарищей наших в питании и улучшить свое здоровье Luciano в питании в питании Продолжение следует...